Всем привет, дорогие друзья! С вами Некрос. Как вы уже знаете, некоторым героям изменили способности, и именно об этом мы в сегодняшнем видео и побеседуем. И начнем с Дума. У Дума третий скилл заменил Level Death. Теперь он называется Infernal Blade. Он пробивает иммунитет к магии, тип урона магический. Что происходит? Дум ударяет своим огненным мечом по противнику и наносит ему 40 урона каждую секунду в течение 4 секунд, плюс 5% от максимального хп противника тоже в течение 4 секунд. При этом вызывает стан длительностью 0,3 секунды. И все это чудо имеет кулдаун всего в 4 секунды и стоит 40 маны. Смотрите, Акс, 2, 175 хп. Ударяем. И все это дело отнимает, ну, пятихатку, грубо говоря. И так каждые 4 секунды. То есть, получается, Дум теперь стал более активным героем и еще и антитанком, по сути. Прикольно, что сказать. Но теперь непонятно, что максить. Первый для фарма или третий для активной игры. Но тут уже, наверное, будет зависеть от того, какой Дум вам нужен. Нафармленный или тот, который вначале что-то может. Теперь рассмотрим Войда. Войд не может более уворачиваться, у него нет бэктрека. Зато есть новый скилл Time Deletion. Действует он в радиусе 650 единиц до 9 секунд. Имеет кулдаун в 16 секунд и монокост 50. Делает следующее. Замораживает кулдауны с пылов противников вокруг себя на 9 секунд. При этом за каждый замороженный кулдаун противник теряет 10% скорости атаки и скорости движения. То есть, если у противника нет скиллов в кулдауне, то эта способность на него не подействует. Если противник еще ничего не скастовал. Давайте проверим. Один кулдаун, пошел второй и третий. И вот, смотрите. Видите, троечка. Минус 30% скорости движения и минус 30% скорости атаки. На 9 секунд. При этом в течение 9 секунд ваши спылы, если вы попали под Time Deletion, перезаряжаться не будут. Поэтому это отличная способность для того, чтобы контрить всяких героев, которые быстро кастуют. Там, петух, вивер, не знаю, антимаг. Блинканулся на вас и в течение 9 секунд его блинк не будет перезаряжаться. А потом еще плюс его родной кулдаун пойдет. Так что, он от вас не убежит. Следующий герой Death Prophet. У нее вместо пассивки Вичкрафт появляется активный третий скилл. Типрона чистый. Пробивает невосприимчивость к магии. Делает следующее. Привязывается к врагу. И начинает высасывать у него процент от максимального количества здоровья плюс фиксированный урон. 20, то бишь. В течение 4 секунд. При этом замедляет противника на 18%. Мало того, этот скилл может накапливать заряды. Каждый заряд восстанавливается 45 секунд. Максимум зарядов 4. Вот и давайте смотреть. Возьмем трех аксов. И попробуем сделать так, чтобы у нашей Death Prophet было мало здоровья. Чтобы понять, может ли она сразу из нескольких целей высасывать здоровье. Я думаю, это сразу будет видно. И давайте. Поехали. Один, второй и третий. Оооо, ребята. Вам теперь Профетку будет убить сложно. Да. То есть получается, что эта способность, она не столь жестко дамажит, сколь жестко хилит. Потому что если вы будете использовать этот скилл на танка, то процент покажет большее число здоровья. И вы будете отхиливаться просто в бешеном темпе. А теперь посмотрим на новый скилл друида. У него и у его мишки вместо третьего скилла Синерджи появляется Сэйвэйдж Рор. Что он делает? В радиусе 325. Рычит. При этом враги, которые попадают под рык, бегут по направлению к своему фонтану с бонусной скоростью 20%. Действует это все дело. 2,4 секунды. Откатывается 16 секунд. И стоит 50 маны. При этом, если герой или медведь применит скилл, то кулдаун пойдет у обоих. Вот такая вот забавная штука. Ну и сладенькая напоследок. После такого обновления о Рике заговорят вновь. Дело в том, что, во-первых, третий скилл объединяет в себе Невидимость и Бэкстаб. Пассивку, которая дает бонусный урон в спину, в зависимости от вашей ловкости. Но инвиз вас больше не лечит. К тому же, вернули классический блинг. Он теперь без зарядов, то есть как обычно. Первый скилл не тронули. А вот ульт теперь особенный. Дело в том, что Рике становится полностью бессмертным. На 6 секунд. И в радиусе 450 единиц он начинает бить противников всех вокруг ровно по спине. Со скоростью 1 атака в 1 секунду. Получается 6 атак. Пока скилл не закончится, Рике убить невозможно. То есть теперь за Рике реально можно ворваться в замес и раздать там АУЕ дэмэдж. Вот это да. Представьте себе, если противники попадут под тот же Блэк Холл или РП Магнуса, а Рике, который будет расфармлен и будет иметь много ловкости и предметы на дамаг и на ловкость. Допустим, и еще диффузы. Ультанет, потому что это все работает. Он атакует противников с определенной скоростью, но это чисто его атаки. С чисто его уроном. Получается, в лете этот скилл, эта ульта, будет только сильнее становиться. Очень жестко. Ну что ж, на этом наш обзор новых скиллов закончен. Надеюсь, вам понравилось. Мне лично понравилось. Я люблю что-то новое. Все, всем спасибо и всем приятных игр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok